Основной задачей архивного отдела администрации АГО является формирование архивного фонда Российской Федерации документами по истории развития Артёмовского городского округа, его пополнения, сохранения и использования. В 2019 году работа архивного отдела и архивной службы в целом Артёмовского городского округа строилась в соответствии с действующим законодательством. Был проведен ряд мероприятий по реализации федеральных законов и майских указов президента Российской Федерации. Были проведены ряд мероприятий по типизации муниципальных услуг в сфере архивного отдела, продолжено взаимодействие с многофункциональным центром. Вопросы о деятельности архивной службы рассматривались на аппаратных совещаниях. По состоянию на 1 января 2020 года в Центре архивной документации значится 273 архивных фонда. За год произошло увеличение на 2 фонда. Хранится 106 616 единиц хранения. За год увеличение произошло на 3,3% или на 3372 единицы хранения. Одним из основных направлений деятельности архивной службы является обеспечение своевременного полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и юридических лиц. Принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством сроки, отметила заведующая архивным отделом администрации АГО Ольга Матылева. Всего в 2019 году поступило и исполнено по архивным документам 3609 запросов. Из них 375 тематических и 3234 социально-правовых запросов. Работниками архивной службы при работе было использовано 17 082 единицы хранения, что составляет 16,5% от общего количества документов, находящихся на хранении в Центре архивной документации. По словам Ольги Матылевой, в течение года архивным отделом администрации было проверено, отредактировано и представлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии управления архивами Свердловской области от организации источников комплектования 8 номенклатур дел, 17 инструкций по делопроизводству, а также описи дел. Управленческой документации на 1515 единиц хранения, фото документов на 243 единицы хранения, электронных видеодокументов на 12 единиц хранения и документов по личному составу на 332 единицы хранения. Также был утвержден список организаций источников комплектования Центра архивной документации, который включает в себя 46 организаций, в том числе 6 организаций государственной собственности Свердловской области. Кроме того, в течение 2019 года архивным отделом был организован прием документов на архивное хранение. Управленческой документации в количестве 1296 единиц хранения, документов по личному составу от ликвидированных организаций 1820 единиц хранения, фото документов 186 единиц хранения, видео документов 10 единиц хранения и документов личного происхождения от граждан на различных носителях 29 единиц хранения. Архивным отделом в течение года было проведено 8 обучающих семинаров и семинаров-практикумов с организациями-источниками комплектования. В конце года была проведена паспортизация архивов организаций-источников комплектования. Составлен 41 паспорт. В течение года активно проводилось консультирование и оказание практической помощи работникам архивной службы, организациям-источникам комплектования по вопросам делопроизводства и ведения архива. Всего дано за год 572 консультации. Была также оказана методическая помощь в поведении делопроизводства и архива специалистам вновь принятым и ответственным за ведение делопроизводства и архив. Также оказана помощь в организации делопроизводства и архива организациям-источникам комплектования Центра архивной документации с выездом в организацию. То есть было проведено обследование делопроизводства и обеспечения сохранности документов в шести организациях». На 1 января 2020 года в Центре архивной документации обеспечивается хранение 10 904 единиц хранения архивных документов государственной собственности Свердловской области. «За 2019 год количество документов госсобственности Свердловской области увеличилось на 82 единицы хранения или на 0,75%. Комплектование Центра архивной документации архивными документами государственной собственности Свердловской области организует архивный отдел. В 2019 году в состав архивного фонда Российской Федерации включены документы областной формы собственности на 183 единицы хранения управленческой документации и фотодокументов на 10 единиц хранения, а также согласованы одна номенклатура дел и опис тел по личному составу на 55 единиц хранения. В течение года, как я уже сказала, было принято 82 единицы хранения». За минувший 2019 год поступили и исполнены по документам областной собственности 295 социально-правовых запросов. Из них 12 тематических. Всего было исполнено 307 запросов по документам собственности. За минувший год архивным отделам дано 29 консультаций для государственных организаций. Ольга Матылева также отметила, что в течение 2019 года активно велась работа с конкурсными управляющими. «По вопросам обеспечения сохранности документов по личному составу, обеспечивающих социально-правовые гарантии граждан и своевременной передачи их на хранение в Центр архивной документации. Были организованы выезды сотрудников архивной службы с целью ознакомления с документальными комплексами ликвидирующихся организаций, даны рекомендации по обеспечению сохранности документов и их научно-технической обработки». В 2020 году перед архивной службой стоят задачи по продолжению работы по обеспечению качественного отбора документов на хранение, их правильного оформления и сохранности на стадии делопроизводства и ведомственного хранения, оказанию методической помощи в организации хранения учета, использования документов, образовавшихся в деятельности организаций, источников комплектования Центра архивной документации и продолжить организацию работы по обеспечению сохранности документов ликвидированных организаций, в том числе в ходе банкротства, а также при приватизации организаций. «Хочу отметить то, что 2020 год является юбилейным для архивной службы Артёмовского городского округа. Ей исполняется 80 лет в этом году. И в течение года будет проведен также ряд информационных мероприятий, посвященных юбилею архивной службы. Будет проведен круглый стол с источниками комплектования и работниками и ветеранами архивной службы». Продолжение следует...